Привет, друзья! В Советском Союзе вся выпускаемая продукция продумывалась и адаптировалась для удобного и безопасного ее использования. Треугольная бутылка также не является исключением из этого правила. Так для чего же она понадобилась? На прилавках магазинов, да и в домах граждан СССР был достаточно большой ассортимент стеклянной тары. Молоко, лимонад, водка, вино и другие напитки разливались в стеклянные бутылки различной формы и объема. Но была среди них и особая бутылка, которую не спутаешь с другими. Толстостенная бутылка треугольной формы появилась еще задолго до СССР в царской России. Она была удобна тем, что если опрокидывалась, то не катилась, а толстые стенки и треугольная форма защищали ее от разбития в случае падения. Поэтому она часто использовалась как аптекарская посуда. Известный российский врач и создатель Московской скорой помощи Александр Пучков был человеком изобретательным и находчивым. В его практике часто были случаи ожогов и отравлений людей по неосторожности уксусной эссенцией, которая была практически в каждом доме. Люди попросту путали ее с другими напитками, делали глоток и получали сильнейший ожог и отравление. Чтобы снизить число таких несчастных случаев, Пучков добился, чтобы уксусную эссенцию начали выпускать только в треугольных бутылках, которые легко отличить от других. После этого число случайных отравлений уменьшилось на 90%. Уксусная эссенция выпускалась в таких бутылках вплоть до 80-х годов. На ребре бутылки были нанесены мерные деления, чтобы домохозяйкам легче было отмерить нужное количество уксусной эссенции и развести ее в обычный столовый уксус, смешивая с водой. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка, ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, до новых встреч!